По словам полицейских, воры в районе порта стали для полиции большой проблемой, поскольку автомобили иностранцев очень легкая добыча для злоумышленников. Гость столицы, оставляя свой автомобиль на платной стоянке, наивно полагает, что за эти деньги его транспорт находится в безопасности и под надежной охраной. Однако это совершенно не соответствует действительности. На этих парковках нет камер видеонаблюдения, охраны и даже достаточного освещения, а преступники скрыты тенью от кустов или деревьев, за которыми легко спрятаться. При этом в автомобилях зачастую оставляют дорогие вещи – лаптопы, планшетные компьютеры, фото и видеокамеры. Проблемой становится и отсутствие у некоторых машин, прибывших из Западной Европы, сигнализации. Основной контингент преступников – наркоманы, которые охотятся за ценными вещами, оставленными в автомашинах. Поскольку в пассажирском порту добыча наиболее легкая, то там за последние месяцы участились случаи взлома машины, краж. Всего зарегистрировано 150 подобных случаев. Полиция взяла эту ситуацию под усиленный контроль. Будет усилено патрулирование территории. В основном речь идет о частной неохраняемой парковке на улице Тукри, которая огорожена деревьями и кустарниками. По свидетельству очевидцев, воры имеют своих разведчиков, которые отслеживают прибытие иностранной машины и дают наводку практически сразу после того, как хозяева ее покинули. Прежде всего, их интересуют микроавтобусы. Полицейские отмечают, что преступников довольно сложно поймать, поскольку они работают по отработанной схеме и на взлом уходят буквально секунды. Опознав человека на улице по свидетельским показаниям, необходимо доказать вину, что тоже довольно непросто. Однако Ервсон подтвердил, что полиция усиленно патрулирует в район пассажирского порта и в последнее время звонки о совершенных там кражах стали поступать реже. Что же касается пострадавших, то им страховка возмещает нанесенный ущерб, но вряд ли это поможет гостям создать благоприятное впечатление о столице как в туристическом центре.